Сегодня мы традиционно собрались, чтобы подвести итоги и наметить планы на будущий учебный год. Но прежде всего хочу и от себя, и от руководства республики поблагодарить вас и в вашем лице всех казанских педагогов за ваш самоотверженный труд на благо нашей столицы и ее юных жителей. Воспитывая наше молодое поколение, вы создаете будущее, создаете наш завтрашний день. Вместе с каждым казанцем вы создаете лучший город России, лучший по уровню комфорта и качеству жизни. Именно так звучит амбициозная цель, которую мы поставили перед собой и планируем достигнуть к 2020 году. Мы с уверенностью об этом говорим. Казань – это город-лидер, который задает тренды всей России. На нас равняются, наши идеи и опыт перенимают по всей стране. Для нас стали нормой опережающие темпы развития, международные признания, первые строки федеральных и мировых рейтингов. Даже в условиях снижения экономических показателей по всей России столица Татарстана не сбавила темпов развития. Пока во всем мире строят неутешительные прогнозы, наш город вырывается вперед. В прошлом году международное агентство Fitch Ratings повысило кредитный уровень Казани до уровня BB- и подтвердило его 17 июля со стабильным прогнозом. Это говорит о том, что мы с достоинством проходим все испытания на прочность. Казань – современный город. Мы в пятерке лидеров по строительству жилья. Мы изменили градостроительную политику, отказались от точечной застройки, перешли на комплексное строительство. Теперь все проекты жилых комплексов, включая это объекты социальной инфраструктуры, дороги, парковки, скверы, спортплощадки. За 9 лет в Казани построено 7,5 миллионов квадратных метров благоустроенного жилья. Большая доля принадлежит социальному строительству. Казань – добрый город. Мы разработали и первыми в стране ввели программу социальной ипотеки. Наш опыт внедряется по всей стране, а казанцы и жители республики получают лучшие в России условия. Только наши жители могут оформить жилищный кредит по ставке 7% годовых при цене квадратного метра вдвое ниже рыночной. По социальным жилищным программам за 9 лет жилищные условия улучшили более 22 тысяч семей, в том числе около 2,5 тысяч семей казанских педагогов. Причем по качеству социальное жилье не уступает коммерческому. Сейчас идет строительство жилого комплекса «Салават-Куперы» в Кировском районе. И это только еще почти полтора миллиона квадратных метров жилплощади. Но не только жилье, но и 22 детских сада, 7 школ, поликлиники и другие социальные объекты. Казань сегодня самый открытый для жителей город. Мы создали единый расчетный центр, и этот опыт уже перенимает Москва, Екатеринбург, Мурманск, Тула, Волгодонск, города Ленинградской области, Северо-Кавказского округа, Крыма и других регионов. Мы разработали уникальную систему «Открытая Казань». Она сделала работу управляющих компаний прозрачной и подконтрольной. Наши жители теперь могут знать, за что платят, и управляющие компании ответственно выполняют свою работу. В 2008 году Казань вместе со всей республикой первой в стране вступила в программу федерального капитального ремонта жилья. За 6,5 лет 1735 многоквартирных домов получили новую жизнь. 30-летний план выполнен на треть. Мы первыми в России провели транспортную реформу, благодаря которой Казань стала мобильным городом. Вчера казанцы оценивали ситуацию на дорогах как одну из самых кричащих городских проблем. Однако, по сравнению с 2006 годом, дорожно-транспортные проблемы спустились на самые последние строчки проблемных рейтингов. Сегодня Казань стала одним из немногих миллионных городов без часовых заторов. Казанцы получили пять новых станций метро, которые связали все районы города. На казанских улицах появился общественный транспорт нового поколения. Удобные для водителей и комфортные для пассажиров автобусы оснащены экологическим двигателем Евро-3. Сейчас в автопарке 842 автобуса марка НЕФАС и МАЗ в основном большой вместимости. Параллельно мы обновляем троллейбусные и трамвайные парки. Новый подвижной состав соответствует требованиям проекта «Доступная среда» на 98,8% у автобусов, на 64% у троллейбусов и на 55% у трамваев. Они низкопольные. На городских остановках появились 200 информационных табло, где с точностью до минуты отражено время прибытия транспорта. Часть табличек оснащены кнопкой вызова для слабовидящих людей по программе «Доступная среда». По этой же программе 152 автобуса оборудованы системой громкой связи, рассчитанной на людей с ограничениями зрения. Казанские льготники пользуются абсолютно всеми видами транспорта. Казань – единственный город России, где условия, правила и требования к перевозчикам приведены к единообразию, независимо от форм собственности. Кроме того, весь общественный транспорт охвачен автоматизированной системой оплаты проезда. Трое из четырех наших пассажиров оплачивают проезд по электронной транспортной карте. Ни в одном городе России нет таких показателей. Казань – первый и пока единственный город в России, где действует адаптивная система управления трафиком, обеспечивающая приоритетный проезд общественного транспорта. Важнейшее значение имеет системные реконструкции дорог, строительство новых развязок и качественный ремонт. Благодаря вниманию президента нашей республики, правительства республики, к нужным ее столице, финансирование дорожных работ в 2015 году в пять раз привычило привычную для последних лет норму. Фактически оно выросло с 500 миллионов до 2,5 миллиардов. Обращая внимание на практическую сторону жизни, мы помним и об эстетике. Казань, безусловно, красивый город. Старожилы помнят времена, когда исторические здания превращались в руины, не хватало благоустроенных парков и даже центральные улицы не радовали глаз. Сегодня лицо современной Казани не уступает облику мировых столиц. В городе следят за чистотой, озеленением, обликом улиц и состоянием исторических памятников. В Казани 417 объектов культурного наследия, 80 из них имеют федеральное значение. И наш долг сохранять и оберегать это богатое наследие. За счет средств муниципального республиканского бюджета были восстановлены Апанаевская усадьба, усадьба Чемизова, здание Мариинской женской гимназии. Однако, опираясь на бюджет, невозможно уделить внимание всем объектам тысячелетнего города. Стоимость реставрации в разы превышает затраты на новую застройку. Вопрос был решен вместе с неравнодушными жителями. Памятники были выставлены на аукцион и вместе с правом владения собственники приняли обязательство привести достояние истории в порядок. Проект частного государственного партнерства показал двойную эффективность. Перед городом не стояла задача извлечь прибыль от продажи памятников, но, тем не менее, доход составил 50 миллионов рублей. Вырученная сумма была направлена на благоустройство Казани. Из центра исчезли руины, стихийные свалки, появилась брусчатка, стилизованная уличная мебель и новые музеи. Стар татарской слободы Константина Васильева, Василия Аксенова. Удалось остановить разрушение памятников и спасти более 300 объектов, в том числе дом Фукса, Казанского подворья, гостиница «Казань», дом Свешникова, типографию «Милляд», дом Льва Николаевича Толстого и шедевры деревянного зодчества. За уборку казанских улиц сегодня отвечает передовая техника. При поддержке президента республики были закуплены 60 многофункциональных машин. В зимний период они наносят на дороги экологичный реагент от гололедицы и очищают их от снега. Эффект усиливается использованием двух мобильных и шести стационарных снегопобильных установок. Летом эта же техника моет асфальт, поливает зеленые насаждения, которые в изобилии украшают Казань. Со стартом республиканской программы 100 скверов открылись новые парки на пересечении улицы Чистопольской и проспекта Ямашева, по улице Миславского, центра семьи Казань, по улице Мира в Дербышках, городской оазис около озера Харова и многие другие. Старые парки получают новую жизнь. При участии жителей и социально ответственных предприятий идет реконструкция Центрального парка культуры и отдыха, парка Сосновая, роща у ДК Химков. За преображением парка Победы внимательно следили наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. Сейчас в Казани более 130 скверов площадью около 300 гектаров. Всего за три последних года в центре, на улицах и во дворах появилось более 130 тысяч деревьев по паре на каждую зарегистрированную за это время машину. В 2013 году при подготовке к всемирной летней универсиаде на улицах расцвело более 5 миллионов цветов. Было решено, что столица Татарстана продолжит радовать казанцев и после праздника. В 2014 году стартовала акция «Цветущая Казань» и в городе продолжили расцветать клумбы. Цветущая Казань уже успела стать для горожан доброй традицией. Универсиаде оставило казанцам еще один подарок – единые принципы проектирования и цветочного оформления города. Новые нормативы позволяют содержать город в достойном виде и защищают его от засорения рекламными конструкциями. Мы первыми в России утвердили принципиально новую схему размещения наружной рекламы, освободив от счетов исторический центр города и провели первыми электронные торги. Итоги в десятки раз превысили наши ожидания. Мы выручили почти 2 миллиарда рублей в городской бюджет. В Москве и Санкт-Петербурге, не говоря уже о других столицах субъектов, к этому еще только начинают подходить. Все больше людей со всех уголков страны и мира приезжает посмотреть на красоту нашего города. Мы с радостью принимаем их, ведь Казань – гостеприимный город, который стремительно набирает популярность среди российских и иностранных туристов. Если в 2006 году, даже после праздного тысячелетия, столица Торстана посещала не более 500 тысяч туристов в год, то теперь мы имеем дело с совершенно иной статистикой. Сегодня туризм – одна из самых перспективных отраслей экономики Казани. Когда в 2006 году мы начинали программу по развитию туризма, то рассчитывали и ставили себе задачу дорасти до миллиона туристов, а добились вдвое большего. В 2015 году число гостей города перевалило за 2 миллиона. Благодаря географическому положению, транспортной доступности, богатой истории и уникальным традициям гостеприимства, наша столица пользуется большим уважением, вызывает живой интерес на международных выставках и становится узнаваемым во всем мире. Кроме того, в Казани наработан огромный опыт национального брендинга и событийного туризма. Такие крупные мероприятия, как Казанская Велоночь, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», фестиваль аргентинского танго, казанская новогодняя ярмарка, обещают стать традиционными и ежегодными. Сегодня в Казань приезжают не только соотечественники. Многие гости прибывают из-за границы – из Турции, Китая, Италии, Германии, США. В 2015 году один из самых авторитетных в мире сайтов о путешествии TripAdvisor назвал Казань третьим по популярности туристическим городом. Кроме того, столица Татарстана стала лауреатом премии Travel's Choice за стремительный рост популярности среди туристов в Европе. Казань занимает третье место в Европе и во всем мире восьмое. 7 ноября 2013 года в Лондоне Казань получила специальный приз как «Лучшее место для проведения международных спортивных событий». Приз был вручен в рамках номинации «Спорт-сити», где также были отмечены такие мировые столицы, как Лондон, Дубай, Окленд. Два года назад наш город на достойном уровне принял всемирную мерсиаду. С самых высоких оценок заслужила наша столица за организацию Чемпионата мира по водным видам спорта, который был признан лучшим в истории. В 2018 году в Казани пройдет серия игр Чемпионата мира по футболу. Пользуясь случаем, прошу передать слова отдельной благодарности нашим волонтерам, казанским старшеклассникам, студентам и их учителям. Они отработали на отлично. Спасибо всем большое. Чемпионат по водным видам спорта был официально признан лучшим в его истории. Об этом было заявлено на весь мир. Универсиада оставила жителям внушительное наследие. Десятки современных спортивных объектов, новые дороги, развязки, деревни универсиады, в которой сегодня организован суперсовременный студенческий кампус. Это важное решение, ведь к нам приезжает учиться молодежь из 93 стран мира. Казань по праву заслуживает статуса спортивной столицы России. Спорт стал стилем жизни для 39% казанцев. Казань – здоровый город. Программа «Пятилетка здоровья», созданная при участии горожан в 2005 году, постоянное внимание и поддержка президента и правительства нашей республики позволили создать в Казани медицинское учреждение европейского уровня. В результате продолжительность жизни казанцев превысила общероссийский уровень и достигла 73 лет. Это на 8 лет больше, чем еще 5 лет назад. Четвертый год подряд Казань ставит демографические рекорды. С 2006 года рождаемость в Казани выросла на 80%. В декабре минувшего года на свет появился 1,2 млн. казанец. Как следствие, встает вопрос очередей в детские сады, но и эту проблему благодаря инициативе поддержки нашего президента Рустаму Моргалеевичу Миниханову удалось победить. Всего, в том числе в рамках республиканской программы «Балякяч» в Казани за период с 2007 года построено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано более 82 детских садов на почти 10 тысяч мест для маленьких наших горожан. На сегодня проблема очередей для детишек старше 3 лет решена, но есть проблема с детьми до 3 лет. Для детей постарше в Казани также создаются самые благоприятные условия. Раньше идея отремонтировать 78% школ казалась фантастической. Я хорошо помню, как мы с вами обсуждали эту проблему и 8-9 лет назад, и она для нас казалась нерешаемой. Сегодня, благодаря поддержке нашего президента, абсолютное большинство школьных зданий получили новую жизнь. Нам осталось отремонтировать только 10% школ старше 30 лет. Уважаемые коллеги, мы традиционно лидируем по охвату школьников горячим питанием. За 5 последних лет показатель увеличился с 88% до 92,5%, а начинали мы в 2006 году, напомню, с 37%. Понятно, что даже при таком беспрецедентном уровне финансирования отрасли свыше 60% городского бюджета школа все равно нуждается в привлечении дополнительных небюджетных источников финансирования. При этом многие родители, многие бывшие выпускники готовы помогать своей школе. Но мы, к сожалению, продолжаем получать немало жалоб и обращений на так называемые поборы в школах. Прежде всего, необходимо вести здесь порядок на основе двух главных принципов – добровольности и прозрачности. Открыта, постоянно действующая горячая линия, установлены общие для всех правила, все школы представляют ежегодный публичный отсчет о расходовании привлеченных дополнительных средств. Но, уважаемые руководители, уважаемые директора, уважаемый Сургараевич, главы районов, давайте договоримся. Больше никаких наличных денег в фондах школ, только через расчетный счет. Это должно быть правилом. Последние, к сожалению, события показали, что даже самые лучшие побуждения могут превратиться в проблему как для школы, так и для имиджа директора. И причиной тому, что мы обсуждали. Поэтому один порядок. Давайте, мы продвинулись достаточно далеко в этом направлении. И все обучи проходил, и раздавали методические указания, как работать с родительским комитетом, с попечительским советом. Советовались с прокуратурой города в этом направлении. Но, тем не менее, периодически эти вопросы возникают. Возникают они, на мой взгляд, из-за... Ну, не могут все быть юристами, не могут быть все бухгалтерами. И закон, суров закон, но закон его надо соблюдать. Поэтому, на мой взгляд, если мы уйдем от наличности, приема наличности в школах, этот вопрос сам по себе уже не будет трактоваться в каких-то двойних плоскостях. Поэтому я даю вам поручение. И, пожалуйста, уважаемые директора, давайте этот вопрос раз и навсегда для себя решим. В прошлом году мы дали старт новому начинанию в деле воспитания наших школьников. Я говорю об уроках добра, ярмарках благотворительности и волонтерском движении. За прошлый учебный год наши ребята собрали свыше 3,7 миллионов рублей, которые направили на благотворительность. И главное здесь не в денежных суммах, а в том, что они учатся сопереживать чужому горю, становятся еще добрее, приобщать к благотворительной деятельности своих друзей, родителей, бабушек и дедушек. Уверен, что они продолжат творить добрые дела всю свою жизнь. Уважаемые коллеги, последовательная работа, направленная на обеспечение школьников достойными и комфортными условиями для учебы, позволила казанскому образованию выйти на качественно новый уровень. Сегодня более 30 казанских школ возглавляет рейтинг 100 лучших школ Республики Татарстан. 9 из них входят в список 500 лучших школ России, а лицей номер 131 находится в топ-25. Казань традиционно входит в тройку городов России по количеству победителей и призеров школьных олимпиад. В 2015 году ими стали 57 казанских школьников. Уделяя особое внимание одаренным детям, мы учредили стипендию победителям и призерам олимпиад, а также их учителям-наставникам. Результаты казанских школьников по сдаче ЕГЭ года выше республиканских и среднероссийских показателей практически по всем предметам учебного плана. Наши выпускники получили 43 стобальных результата. Это 41% от общего количества стобальных работ по Республике Татарстан. Учителя, подготовившие стобальников, включены в программу повышения квалификации учителей-предметиков. Этих талантливых педагогов приглашают в качестве экспертов при проведении аттестационных процедур мероприятий республиканского и городского уровня. Напомню, что на прошлой конференции мы с вами ставили себе задачу создать все условия, чтобы наши одаренные дети старались оставаться в Казани и поступали в наши вузы. Сегодня 32 из 43 выпускников, это 74%, продолжат обучение в вузах в Казани. Год назад у нас остались учиться 62% этих детей. Безусловно, мы не можем и не должны запрещать никому выбирать свое будущее. И, конечно, искренне радуемся успешных наших выпускников, которые поступают в лучшие московские, зарубежные вузы. Но я прошу управления образованием серьезно продолжать заниматься этим вопросом. Возможно, наши вузы не уделяют этому вопросу должного внимания, возможно, мы сами где-то не дорабатываем. Красивый, комфортный, безопасный город, город будущего, город перспектив, как никогда нуждается в этих одаренных детях. Наша главная ценность – это человеческий капитал. Завтра наши отличники получат дипломы, послезавтра поступят в аспирантуру и начнут учить новое поколение казанцев. Мы должны создавать все условия для того, чтобы сохранить нашу традицию, быть лучшими для будущих поколений казанцев. Возвращаясь к результатам ЕГЭ, мы хорошо подтянулись по русскому языку, уступив среди соседей лишь Екатеринбургу. Но и здесь желательно быть первыми. Вызывает серьезную озабоченность низкие результаты по математике, информатике, биологии, химии, обществознанию. Здесь не принимаются никакие оговорки. Казань – город университетских традиций, город с физико-математической школой, факультетом биологии старейшим Казанского университета, город самолета и вертолета строения, город химии, нефтехимии. И нашим заводам КАПОКО, МПО, ТОЧМАШ, Казань-Арксинтез, компрессорный. Уже сегодня, как воздух, нужны специалисты, а без знания этих основных фундаментальных предметов там делать нечего. Эльсур Гарайч, Наталья Вадимовна, уважаемые главы районов, уважаемые начальники РОНО, я прошу вникнуть, понять, в чем дело, чего нам не хватает. Кабинетов, методических каких-то пособий, программного впечения, еще чего-то. Я прошу, чтобы мы все внимательно на этот вопрос посмотрели, изучили лучший опыт, в том числе как в Республике, так и за ее пределами, посоветоваться с коллегами из Министерства образования и науки нашей Республики и доложить мне свои соображения в ближайшее время. Нужно сделать все для того, чтобы следующие конференции учителей мы уже имели по окончании учебного года лучшие результаты по тем предметам, которые я назвал. Престиж профессии учителя в Казани растет. В последнее время мы, к счастью, наблюдаем омоложение учительского состава. В школу приходят молодые перспективные педагоги, они приносят свои новые мысли, современные методики и эффективные стандарты образования. Поэтому мы всегда их будем поддерживать. В День знаний 1 сентября распахнет в свои двери самая большая в Татарстане школа, где будет учиться 1375 детей. Но это не означает, что нам нужно взять паузу, нужно продолжать строить школы.